Диверсификация экономики, ускорение экономического роста и увеличение притока инвестиций – вот главные задачи, стоящие перед Владимиром Путиным на пороге нового, шестилетнего срока у руля России. Именно сокращение ожидаемых вложений из-за рубежа считают основной причиной снижение российским правительством прогноза экономического роста на этот год с 3,7% ВВП до 3,4%. Основой российской экономики остается сырье. Нефтегазовая промышленность обеспечивает около половины бюджетных доходов страны. О необходимости диверсификации мы слышим с момента прихода Путина к власти. Однако на 2012 год его правления в том или ином качестве российская экономика еще больше зависит от нефти, чем в начале, отмечает аналитик Центра Карнеги Мария Липман. Параллельно с диверсификацией экономики и привлечением дополнительных инвестиций, аналитики указывают на необходимость оптимизации политического применения экономических богатств. Пока что внимание Кремля было сосредоточено на построении региональных альянсов наподобие таможенного союза. Однако с четвертыми в мире золотовалютными резервами, превышающими полтриллиона долларов, Россия может потеснить Китай в статусе спасителя, борющийся с кризисом Европы.